я приветствую вас на канале повезушки с танюшкой и сегодня я хочу с вами немножко поболтать решила я начать записывать для вас такие болтологические видео надеюсь вам будет интересно приготовила я сегодня вязание вижу я свое розовое платье для себя из пряжи aliza diva и вот сегодня я немножко повяжу с вами и поболтаем в этом видео хочу немножко рассказать вам о себе и надеюсь вам будет интересно узнать меня побольше как личность и в дальнейшем нам станет намного проще общаться я на это надеюсь в этом видео я расскажу вам немного о себе и надеюсь что вы под этим видео расскажете мне немножко о себе зовут меня татьяна как многие знают уже мне 31 год родилась я небольшом городке ушачи жила вместе с родителями до определенного времени училась в школе и посещала кружки ходила на кружки по шитью по вышивке крестиком но никогда не посещала кружок по вязанию вязать научила меня мама на то время мне было наверное лет восемь научилась я вязать обычные лицевые петли и затем уже более сложным техникам дошла сама благодаря книгам и благодаря многочисленным пробам и ошибкам я все таки дошла до нужного результата детское время я больше вязала я вязала себе кофточки вязала детские вещи но в какой-то момент мне это надоело и я увлеклась музыкой меня мама отправила учиться в музыкальную школу я училась в школе по классу баян очень хорошие у меня успехи были по хору так как я любила петь и поэтому мне это удавалось наиболее продуктивно нежели таскать этот тяжелый баян занималась я два года музыкальной школе и затем ее бросил так как мои нервы не выдержали и я все-таки решила что баян это как-то не мое в скором времени пошла на кружок по вокалу ходила я в клуб в районы петь песни ездили мы на концерты с группы артистов которые занимались вместе со мной ездили мы в санатории лесные озера выступали и затем закончив девять классов я решила поступить выбрала себе специальность учитель начальных классов и решила поступить после девятого класса занималась ходила на подготовительные курсы и поступала я в полоцке педагогический колледж сдала все экзамены сдала конечно не совсем хорошо хотя в принципе на то время это было отличный результат написала вроде бы на тройку и на четверку по пятибалльной системе на то время был завал 17 или 18 человек на место у нас было и в принципе могла бы идти учиться но пока я сдавала экзамены мама моя поразмышляла что я еще совсем маленькая мне на то время было наверно не на то время было 15 еще лет даже 16 не было когда я поступала но и мама решила меня не отдавать забрать документы и подождать еще пока я тучусь два класса и затем уже попробовать с новыми силами уже буду постарше поумнее и ей будет так более спокойно когда я уже буду более сознательном возрасте учиться но когда мама забирала документы нам предложили перевестись на бесплатное обучение без экзаменов на учителя по музыке конечно же я отказалась мне очень не нравилось играть на баяне и думаю если я еще буду в дальнейшем преподавать уроки музыки на баяне я сойду с ума ну и в итоге я пошла учиться дальше 10 11 класс продолжала ходить все так же вокальный кружок и в принципе меня все на тот момент устраивала после 11 классов я искала профессию которую хочу получить на учителя начальных классов мне уже не удалось пойти так как там нужно было сдавать вроде и историю какие-то более серьезные предметы не такие как нужно было сдавать после 9 класса английский или немецкий языки и я все-таки решила не мучить себя и не идти туда где экзамены нужно сдавать по тем предметам которые я не особо люблю а немецкий язык и историю я не особо в школе любил я любила я больше любила русский язык белорусский язык математику это были мои самые любимые предметы поэтому я решила выбрать что-то в другой сфере искала я искала куда поступать и выбрала политехнический техникум витебске посоветовавшись с мамой мы решили все таки попробовать я приехала на экзамены сдала экзамены на отлично сдала на четверки нужно было сдавать устно математику и письменно белорусский язык написала я хорошо многие на первом экзамене уже провалили и не прошли на второй экзамен но мне удалось сдать экзамены на хорошие оценки чему я конечно же рада отучилась я на экономиста конечно же в таком возрасте когда учишься в техниками там еще где-то любовь морковь и все такое и у меня появился парень с которым мы встречались и на последнем курсе я узнал что я беременна я закончила техникум меня отправили по распределению в город полоцак мой молодой человек был из города новополоцка мы жили с ним в новополоцке и я ездила на работу в полоцак каждый день иногда и он со мной ездил когда у него были выходные дни у нас была свадьба были приглашены самые близкие родственники свадьба у нас была в ушачьих и затем мы уже переехали жить в полоцак родила я в городе новополоцке и затем мы жили в полоцке снимали квартиру после декретного отпуска я отдала ребенка в садик сама пошла на работу работала страховым агентом так как в полоцке связи у меня не было в новополоцке и пришлось идти работать на то куда я была отправлена по распределению сразу после техникума отправили меня в полоцак страховым агентом и поэтому я переводом перевелась полоцка в новополоцок и осталось работать там принципе работа была достойная хорошо оплачиваемая но меня постоянно не было дома мне нужно было бегать по квартирам предлагать страхование и но зарплата была конечно же достойная за зарплату могла полностью себя одеть я покупала себе две пары обуви я могла купить много себе одежды ребенку постоянно каждый день новые игрушки и все остальное но когда я развелась с мужем у нас не сложились отношения я подала на развод и мне пришлось уехать назад к маме так как он мне не давал спокойно жить ходил следом не давал проходу и как вы сами знаете когда мужчина любит и ревнует и когда у них есть общие дети когда люди разводятся тогда скандалы неизбежны и при том что я жила в общежитии вместе с ним общежития было его своего жилья у меня не было и поэтому мне пришлось уехать из новополоцка к своей маме когда я переехала к маме жить я стала в центр занятости и оформила своего ребенка в садик и сама поехала учиться от центра занятости в город витебск на повышение квалификации по бухгалтерскому учету в витебске на курсах я освоила программу 1с и приехала снова в ушачек но работу бухгалтером мне не нашли а нашли работу экономистом я устроилась работать экономистом торговое промышленное предприятие отработала я там два года встретила своего нынешнего мужа мы с ним случайно познакомились на 9 мая и затем мы начали с ним встречаться он сам также из ушачьего района но жил и работал в городе витебске сам конечно было первое время тяжеловато так как ему приходилось ездить туда-сюда из витебска в ушачье но в принципе у нас все сложилось мы сыграли свадьбу я родила дочку и так мы переехали жить в витебск жили мы сначала в общежитии 18 квадратных метров с двумя детьми и как бы горе не знали конечно же были всегда какие-то трудности но когда любишь всегда совсем сможешь справиться на работу я не выходила ребенку моему еще не было трех лет мы стали на строительство квартиры построились и переехали жить в новый район микрорайон били вам ну и в принципе где живем до сих пор ну и теперь я немного вернусь назад и расскажу о том как же я пришла вообще к вязанию вязать я начала еще в школе в принципе я уже наверно вам говорила но это было как бы не совсем осознанно я вязала по принципу шитья то есть я знала как делаются выкройки например кофточки и по такому принципу я себе вязала изделие то есть связала перед связала спинку о проймах я в принципе там не парилась немного сделала убавок прибавок связала рукава приблизительно сделала окат и вшила принципе на мне сидели на то время изделия отлично так как я была худенькая и и как говорится под лицу все к лицу особенно худеньким и легче и купить одежду и связать и шить в принципе проблем с этим не было потом когда я училась техникуме я вспомнила про то что я когда-то посещала кружок по вышивке крестиком купила себе наборчик для вышивания и вот начала вышивать этот набор пролетело время и я его даже не до вышивала забросил что-то я сделал там не так и так я за него больше не бралась затем когда была в первом браке когда забеременела я вязала для своего будущего ребенка ползуночки и неточки шапочки вот такие детские вещи для себя я не вязал ничего и когда родился малыш я уже вязание не занималась я с головой ушла в вышивку очень много и долго я вышивала помимо вышивки конечно же я еще много сшила я шила не сложные вещи такие там как постельная какие-то летние сарафанчики ну такое более легкое затем после развода когда я уехала к маме я опять все это дело забросила а во время того когда я пошла в декретный отпуск второй раз я окунулась вышивку с головой я познакомилась с рукодельным youtube познакомилась с девочками вышивальщицами и где-то около трех лет вот я изо дня в день только вышивала вышивала до такой степени что в день могла вышить в принципе четыре тысячи крестиков это достаточно много начала вести вышивальный youtube записывала видео по своим процессам видео-болталки всякие и познакомилась на вышивальном youtube и с девочкой с одной замечательной из города Минска с Леночкой Жизневской мы с ней очень сдружились дружим до сих пор и вот именно она меня сподвигла на то чтобы я начала вязать она все рассказывала о том как она вяжет у нее есть канал на вязальном ю тубе она вяжет на заказ замечательные вещи снимает видео я смотрела ее видео и на вышивальном и на вязальном канале и благодаря этому я и говорю слушай я же тоже когда-то ну хорошо вязала более или менее я тоже хочу и ну и леночка меня всегда подбадривала говорит давай давай берись и свяжи что-нибудь вдруг тебе понравится и ты будешь вязать и потом я взяла связала маме носочки и в то время решила все-таки завести свой канал на youtube вязать снимать все мастер-классы ну изначально как бы не планировала мастер-классы а записывать и показывать то как я вижу ну так увлеклась что снимаю видео о вязание до сих пор хотя и вышивальность свой канал не забрасываю но на вышивку остается очень мало время в основном сейчас у меня с по за сп как вы знаете сначала было с по вяжем летние платье теперь с по вяжем летом до этого участвовала в марафонах вяжем за стеклом мне очень понравилось данный марафон вели две девочки это ирина вот красота к сожалению она сейчас не снимает не записывает видео и юлия еруфимова девочки вам огромный привет мне очень нравилось с вами вязать вместе очень добрые и замечательные открытые и участвовала также в совместном проекте в завязке данный совместный проект организовывали девочки ирчик бай и алина вяжет все вы знаете этих девочек если не знаете ссылочки я конечно оставлю на всех кого упоминаю в данном видео можете перейти познакомиться и после этого мне очень захотелось продолжить общение с девочками которые вяжут и я решила создать следующий совместный проект про который вы все знаете это сп вяжем летнее платье и сп вяжем лето который вот-вот у нас подойдет к концу может к тому времени пока я выгружу это видео он у нас и закончится ну вот пожалуй все о чем я хотела вам о себе рассказать в принципе не так много я могу себе что-то рассказать может у вас есть какие-то вопросы ко мне может вы не услышали того что вы хотели услышать и давайте пишите в комментариях под видео буду рада на них ответить также девочки хочу узнать немного больше о вас возможные мальчики кто вяжет пишите пожалуйста расскажите кто вы откуда сколько вам лет с какого возраста вы начали вязать напишите пожалуйста чем вы больше любите вязать спицами или крючком или вяжите и тем и тем одинаково а так же хочу вас попросить мои дорогие чтобы вы написали мне вопросы не только личного характера но и вопросы которые вас вообще интересуют хочу снимать и дальше для вас такие болтологические видео надеюсь вам было интересно послушать если да то ставьте пальчик вверх на этом у меня все еще раз огромное вам спасибо за то что вы остаетесь вместе со мной за то что подписывайтесь на мой канал комментируйте мои видео за лайки вам огромное спасибо ну а на этом у меня все всем пока пока и до новых встреч бэй 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 бэй